Ассаламу алейкум! Вы смотрите народный проект Узбекистан на канале Диалоги о рыбалке. Сегодня мы поедем на двухдневную рыбалку с гостями из Крыма, которым понравилась наша природа, пустыня, озера и, конечно же, рыбалка. Начнем мы с озера Куймазар, попробуем половить хищников, а затем переберемся на озеро Тудакуй. Не будем тратить время, поехали! Я уехал давно, а как будто вчера. Распахни мне ворота, моя Бухарад. Здравствуй, город Мираж, Ассалам Казанькум. Обжигает лицо знойный ветер саму. Раскаленное солнце целует Балхан. Кораблем на закате плывет караван. Манит странника сказочный шелковый путь. Я прилягу в тени, учинар отдохнуть. Подари, Бухарад. Мне седой Шахристан. Минарета Кальяр. И вот мы прибыли на наше озеро. Погода была отличная. Не теряя времени, мы занялись обустройством лагеря. Наша сегодняшняя цель – это удовольствие от самого процесса ловли, общение с интересной компанией и, конечно же, ловить. Благодаря теплому климату, свежему воздуху и кристально чистой воде, здесь можно прекрасно провести время. Можно порыбачить, искупаться и отдохнуть душой. Робек, скажите, какую рыбу будем ловить и на что? Андрей, у нас сейчас вот водоем туда куль, а со мной сейчас идет сезон сазана хорошо. Сазан здесь дикий, абсолютно дикий. Первый раз в этом году мы начали ловить его на прикормку. До этого мы только ловили его на креветку он еще хорошо. А в этом году вот идет на прикормку, и давайте вы сейчас некоторые ингредиенты привез. Вот я сейчас их поместил. А что сюда сейчас ходит? Смотрите, это кукуруза. Мелкая такая. Что еще у нас? Рис вареный идет. Для склеивания он хорошо помыляет. Так. Это пшеница. Ну, пшена, да, я понял. Пшеница. И вот еще один ингредиент, которого, наверное, у вас невозможно найти, это вот жмых. А, жмых, да? Это хлопковый жмых. А, хлопковый жмых. У него есть свой запах, можете помехать. Вот такой жирненький. Вот хорошо. Сазан идет на него хорошо. Да из него масло делал водообед? Это вот хлопковое масло делают. Да. Вот когда после отжима вот это все остается, вот на него тоже хорошо идет сазан. Вот мы с вами сделали вот. Вот такой я сейчас вот помесил вот такие вот пружочки. Можно взять вот такую на эту пружинку будем ловить. Посадим его вот так. И все. Один крючок снизу будет. Мы крючок наденем и забросим. Ну, надо бросать сколько дальше, сколько лучше. Либо покрупнее, так что они все в глубине. Я уехал давно. Ну, а как будто вчера. Распахни мне ворота, моя бухара. У хорей башенство поклево происходит в ночное время суток. Днем, конечно, тоже можно поймать рыбу. Но в основном это будет мелочь, которую можно будет использовать в виде живца на хищную рыбу. Нормально, я думаю, живет. Динамика пошла. Мы уже ловим рыбу. И очень надеемся, что этот привет нам принесет мигалово. На рыбалке, если ты тащишь, ты получаешь, в принципе, кайп от любого. На мой взгляд. Да, есть где-то игра больше, где-то сопротивление чувствуется лучше, поклевка лучше. Но когда ты тащишь рыбу, и она уже села, то ты забываешь о будущем. Нашим друзьям из Крыма очень хотелось поймать трофейного змееголова. Но так как крупного змееголова возможно поймать с мая по сентябрь, а наша порезка состоялась в октябре месяце, то пришлось радоваться пойманным маленьким змееголовам. Несмотря на это, они были очень рады поддержать свой небольшой улов в руках и разглядеть его со всех сторон. Красавец! Правда, похож очень на змею и окрасом, и формой головы. На рыбалке мы пользовались донными сностями. Они являются одним из наиболее эффективных способов ловли рыбы со дна и позволяют ловить практически любую рыбу – плакву, леща, судака и, конечно же, садану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда вы приезжаете на рыбалку, то вам без лишних слов захочется вкусить весь аромат свежепойманной рыбы. Как приятно, когда есть свежий улов. В нашем случае это сазанчики, которые мы сразу решили пожарить в Казани. Кто бы что ни говорил, но рыбалка – это удивительное занятие. И время, проведенное на ней, счет жизни не идет. Музыка 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 Есть, 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 есть. Вот она. Эй, ха-ха. Вот свет светлый. Вот такой вот. Выцепился. Вот такие сазаны у нас здесь. Мелкие, да? Да, мелкие. Музыка Музыка Расскажи, какие впечатления у тебя от рыбалки? Почему вы решили приехать из Узбекистана? Мы ехали в Узбекистан не на рыбалку. Мы в Узбекистан собрались поехать, собирались давно. Мы много путешествуем, много рыбачим и в разных местах. Про Узбекистан сначала мы не думали рыбачить. Мы хотели посмотреть, ну, венчужины, действительно, в Средней Азии, Самарканд, Бухарадь, Киева. Но так получилось, что буквально за некоторое время перед отъездом я увидел передачу «Диалоги о рыбалке», где вы показывали ваши озера в Узбекистане, о том, какая природа, пустыня, да, что это действительно у вас она живая, что много животного мира, много всего остального, какая рыба ловится. И некоторых, ну, я даже про некоторые не слышал никогда. Вот, и мне это стало интересно, и я связался сначала с Travel Asia, я потом попросил, я именно попросил, что дайте нам, пожалуйста, координаты Арбека, потому что, ну, рыбак рыбака видит издалека, чтобы поговорить, какие снасти брать, чего, что, как. В общем-то, действительно очень интересно. Вот мы уже даже попробовали половить, это действительно другая рыбалка. То есть и озерная сама по себе, и специфика местная, и поэтому, конечно, безумно интересно. Мы очень надеемся, мы как раз всегда слушаем, когда мы приезжаем на какую-то рыбалку, мы всегда слушаем местных рыбаков, как бы нам рассказывать специфику местную, и что-то пытаемся свое тоже привезти. Да. Попробуем и наши снасти. Попробуем, обязательно попробуем. Красивая страна, красивая природа, надеемся, будет шикарный. Андрей, расскажите, какая рыбалка у вас в Крыму? На какую рыбу вы рыбачите? Где рыбачите? Я понял. Смотрите, у нас в Крыму есть две основные виды рыбалки. Это есть море черное, которое, то есть там ловится что? Ставрида, барабуля, окуньки морские, пеламиды можно поймать. Но она требует определенных, ну как сказать, ну это нужен катер, лодка, потому что, ну есть с берега как бы, но много не поймаешь или крупной нету. А чтобы поймать нормальную рыбу, допустим, ту же ставритку, да, там сантиметров, ну 20 там, покрупнее, 30, то нужно выехать на катере где-то метров 100-150 или на лодке, да, и вот на глубине 40-60 метров, да, вот там вот идут косяки вот этой вот рыбы. И ты в отвес ловишь на ставритку. Ну это как бы самая распространенная рыбалка. Вот. Но у меня встречный вопрос. Я слышал. Вот мы приехали сюда на озеро. Угу. Здесь, я так понял, сезан, змееголов, как бы и судаки. А какие есть варианты еще рыбалки или в Бухаре, или в Узбекистане? Так, вот у нас лично в Бухаре около 15 водоемов вот таких озер. Угу. Они все дикие, с дикой рыбой. Я сейчас коротко расскажу наше тудакуле. Здесь водится около 40 видов. Это на что мы всегда приезжаем на рыбалку? Это на змееголов, на судака, на сома очень редко. Потому что сом как-то не интересует как-то нас. Сом не интересует? Нет. А змееголов, судак и из белой рыбы у нас хорошо идёт, клюёт хорошо сазан, белый амур, чёрный амур. Два вида амура есть. Да. Да. И есть такие редкая рыба лопотоносы два вида, но они в Красной книге мы их отпускаем. Они в принципе вырастают до 40-30 сантиметров. Ну это белая рыба или хищник? Белая рыба. А это белая рыба. Ну клюёт на червя. Игревая рыба. Игревая рыба. Игревая рыба лопотоноса. Игревая рыба. Гребный амур. Игревая рыба. Субтитры подогнал «Симон» 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 Успешно садиться едой и компанией, как снова пора на рыбалку. На сон просто не остается времени. Конечно же, наш наоловля рыбы на донке – это классика жанра. Наш на рыбалка, кроме приятного времяпровождения, еще и способна принести весьма солидный улов. Спустя некоторое время нам попали саданны, и мы вдоволь нагляделись на пойманных красавцев. Одно название этой рыбы заставляет рыбацкое сердце биться в восторге, а душу трепетать. Отличные саданчики, да. Хрюкают, хрюкают. Что мы будем делать, пожарим или отпустим? Жарить будем, жарить. Или отпустим? Отпустим. Давайте маленького отпустим, а большого будем жарить. Давайте, хорошо. Стой, 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 стой. Почина? Починчик вот. Беленький, да, такой, смотри. Красавец. Лови, змей голов большой, и еще больше. Ну, первая рыба моя на вызове Телекуль. Какая рыба, знаешь? Ну, у нас типа густерка называется. Подлесчик, да, что-то типа такого? Подлесчик. Подлесчик подхватяй. Старый цена окраска. Светленький такой. Первый саданчик на сегодня. И по цвету он очень отличается от привычного. Он прям белый-белый-белый. Вы смотрите народный проект Узбекистан. На канале «Диалоги» о рыбалке. И подводя итог, можно сказать, что наши поездки все остались довольны. Как-никак мы поймали приличное количество сазанов и несколько судачков. Мы любовались красивым пейзажем пустыни, приготовили вкусный ужин и, конечно, посидели с хорошей компанией. Надеюсь, нашим гостям захочется приехать сюда еще не раз. Ловите рыбу, любите рыбалку. Всеми хвоста не чуи.